Законодательство в административных правонарушениях усовершенствует. Уже к июлю 2020 года обновленный законопроект должны вынести на рассмотрение парламента. Это один из основных итогов прошедшего у главы государства совещания по проблеме роста правонарушений. 80% выявленных правонарушений приходится на сферу дорожного движения, однако за этими цифрами нередко стоят вопросы, касающиеся практики применения закона. Президент требует системно пересмотреть положение действующих кодексов. Александр Лукашенко подчеркнул, главный критерий работы не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактика и реальное сокращение проступков. Предложениями по совершенствованию административной ответственности теперь будет заниматься соответствующая экспертная комиссия. Для иностранцев Беларуси обновили правила нахождения в стране. Закон накануне подписал президент. Сроки проживания иностранных граждан теперь для получения соответствующих разрешений сокращены. Самые короткие предусмотрены для специалистов высокой квалификации помимо этого теперь у каждого иностранца есть 10 дней вместо прежних пяти, чтобы пройти регистрацию по месту временного пребывания. Закон расширил и перечни образовательных программ, согласно которым иностранцы могут получать разрешение на временное проживание. Статус историко-культурной ценности присвоен руховским коврам. Особенностью оригинального предмета декора являются соломенные птицы и яркие букеты на черном полотне. Такими нестандартными картинами начали украшать дома в 50-е годы прошлого столетия. Сейчас технологию создания руховских ковров возрождают в Минской области в Стародорожском центре ремесел.